К длительному сроку лишения свободы приговорен 20-летний хабаровчанин, убивший подростка близ Комсомольской площади. Драка, в ходе которой от трех ножевых ранений скончался школьник, произошла 27 августа прошлого года на остановке Краевая научная библиотека. Задержать подозреваемого удалось благодаря записи автомобильного видеорегистратора, которую полицейским передал очевидец. На ней запечатлена завязка конфликта. Toyota Land Cruiser Prada останавливается у перекрестка, в ней едет будущий подсудимый. По пешеходному переходу в этот момент идут трое молодых людей. Из окна внедорожника выглядывает обвиняемый, он выкрикивает в адрес школьников оскорбление. Компания, выпадав свой адрес, игнорирует. Это еще больше злит молодежь, сидящую в иномарке. Данное обстоятельство возмутило молодого человека, который находился в автомобиле, после чего он приказал водителю автомобиля развернуть его и подъехать уже к перешедшим в проезжую часть несовершеннолетним парням. У остановки хозяин внедорожника вместе с друзьями накинулись на подростков. Двое отделались ушибами и ссадинами, третий в результате потасовки оказался смертельно ранен. Сразу же после убийства компания покинула место драки. Школьник умер еще до приезда скорой помощи. Задержать подозреваемого удалось на следующий день в Биробиджане. Обвинение бывшему студенту Академии народного хозяйства было предъявлено по двум статьям. За нанесение побоев и убийство из хулиганских побуждений. Во время следствия обвиняемый признался, на подростков он накинулся из-за их внешности. Заколот волос сзади, длинный волос и не понравился ему. Вот эта причина, это называется из хулиганских побуждений. Установлено в алкогольном опьянении Дорошкин становится агрессивным. У него находился с собой нож и он нанес три ножевых ранения, выбралось из грудной клетки. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, признание вины и компенсацию морального ущерба. В колонии студент проведет более десятка лет. И назначить ему наказание по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. С места происшествия Сергей Полоэктов, Анастасия Кузьмина и Сергей Демьяненко.